Решим очередные два простейших неопределенных интеграла. Первый интеграл. Интеграл под номером 30. Вычислить интеграл. dx разделить на 9-4x в квадрате. Давайте я сразу напомню два общих табличных интеграла, которые мы с вами вывели несколько занятий назад. То есть первый интеграл это был один из интегралов высокого логарифма, который имел вид интеграл от дроби dt разделить на a квадрат минус t квадрат. Здесь переменная роли не играет. Там мы выводили у нас dx был или dt разделить на t квадрат. Разницы нет. То есть dt разделить на a квадрат минус t квадрат равен... Мы с вами этот интеграл вывели. И сейчас его используем. Единица разделить на 2a умножить на натуральный логарифм модуля дроби. a плюс t разделить на a минус t и плюс константа c. И нам понадобится для второго интеграла еще один табличный, который тоже мы с вами вывели несколько занятий назад. Давайте я его вам напомню. То есть интеграл вида dt разделить на a квадрат плюс t квадрат, который был равен арктангенсу. А именно единица разделить на a арктангенс t деленное на a и плюс константа c. Вот именно эти два интеграла мы и будем сейчас использовать. Давайте попробуем подогнать вот этот наш интеграл под первый табличный, который я записал внизу. Тогда, во-первых, перепишем dx разделить... Девятку представим как 3 в квадрате, а 4х квадрат запишем как 2х и все это в квадрате. То есть представим как квадрат 2х. Далее. Нам под дифференциалом необходимо получить то же самое, что возводится в квадрат. То есть 2х. Если 2х мы получим под дифференциалом, тогда мысленно мы представим, что 2х равно t, и у нас получится интеграл вида dt разделить на 3 квадрат минус t квадрат. То есть интеграл первого типа. a квадрат минус t квадрат. Для того, чтобы получить двойку под знаком дифференциала, если подробно мы с вами делили на 2, умножали на 2, а потом вот эту двойку забирали под знак дифференциала, потому что можно константу вносить и выносить за знак дифференциала. Давайте сразу это сделаем. То есть получается умножили на 2, поделили на 2. Вот эту двойку забрали, осталась одна вторая. Теперь вот эта двойка, которая в числителе была, пойдет у нас под знак дифференциала. То есть получается у нас дифференциал 2х и разделить на 3 в квадрате минус 2х во второй степени. Кому эта операция была непонятна, может посмотреть предыдущие уроки, там это подробно разбирается. Далее. Теперь мы с вами получаем интеграл как раз первого типа. То есть dt разделить на a квадрат минус t квадрат. То есть если мысленно представить, что 2х равно t, и здесь тогда тоже t под знаком дифференциала, то мы с вами получим интеграл первого типа. То есть dt разделить на a квадрат минус t квадрат, где в качестве а тройка. То есть тройка в квадрате. Получаем по первой формуле. Ну, во-первых, одна вторая остается, мы ее перепишем. Далее умножить на 1 делить на 2а. То есть 1 разделить на 2а. На 2, а вместо а мы подставляем тройку. Далее. Умножить на натуральный логарифм модуля частного. a плюс t на a минус t. В данном случае a равно 3, то есть получается 3 плюс t. В качестве t 2х у нас. 3 плюс 2х разделить на 3 минус 2х. И плюс константа c. Ну и окончательно получаем. Давайте вот этот коэффициент посчитаем. Что у нас получается? В знаменателе у нас 2, 2 и 3. При перемножении дробей числителей надо перемножить числители и надо перемножить знаменатели. Получается в числителе единица, в знаменателе 2х2, 4х3, 12. То есть получается 1 двенадцатая натуральных логарифмов от модуля частного. 3 плюс 2х разделить на 3 минус 2х. Знак модуля закрыли. Плюс константа c. Все, задача решена. Приступаем к следующей задаче. Задача под номером 31. Вычислить интеграл. Он, кстати, похож на интеграл под номером 30. Разница лишь в том, что у нас будет в знаменателе сумма тех же самых слагаемых. dx разделить на 9 плюс 4х во второй степени. Ну, начало точно такое же. То есть давайте представим знаменатель. Чтобы подогнать под формулу номер 2, ту, которую внизу мы с вами записали, надо представить знаменатель в следующем виде. То есть девятку представляем как 3 в квадрате, четверку представляем как 2 в квадрате и записываем под общий квадрат. То есть получается 2х в квадрате. Теперь нам под дифференциалом не хватает двойки. Мы на 2 умножаем, на 2 делим. Одну вторую оставляем перед интегралом. Двойку, которая в числителе, загоняем под знак дифференциалов. Получается дифференциал от 2х. И разделить на 3 в квадрате плюс 2х во второй степени. Далее. Далее. Равно, равно. Ну и теперь действуем строго по формуле. Ну, во-первых, одну вторую надо переписать. Теперь по формуле это будет единица делить на а. В качестве а у нас тройка. Получается умножить на 1 треть арктангенс. Арктангенс. Т разделить на а. В качестве т у нас 2х. Значит мы решаем относительно 2х. Получается 2х разделить на а. А равно 3. То есть разделить на 3. Плюс константа с. Ну и окончательно получаем ответ. Одну вторую умножить на одну треть будет 1 шестая. 1 умножить на 1 будет 1. И 2 на 3 будет 6. Перемножаем числители. Перемножаем знаменатели. Будет 1 шестая. То есть в итоге получаем 1 шестая. Арктангенс. 2х деленное на 3. И плюс константа с. Задача решена. Ну, я думаю. Ну. Задача решена.